Готовьте Легу зимой, а сани летом. Не за горами чемпионат межнациональной хоккейной лиги, которая стантует в сентябре. Стольятинская Лада, серебряный призер прошлого чемпионата, начала подготовку здесь, на реке Усе, на базе отдыха Усинская. Тяжело в учении, легко в бою. Эту простую суворовскую истину хоккеисты знают на зубок. Поэтому и отношение к тренировкам серьезное. Именно летом, в июле, закладывается фундамент будущих побед. Оттого и тренировки, как у настоящих профессионалов. Три раза в день. Штанга, гребля, плавание, футбол, волейбол. Все как обычно перед выходом на лед. Сейчас в команде готовится к сезону 35 человек. Вот видите, занимаемся здесь общей силовой подготовкой, общей выносливостью. Используем этот прекрасный лес, водоем прекрасный здесь находится, пляж, песочек. В общем, здесь достаточно условий для нормальной подготовки. Как раз именно для этого периода. Ну, естественно, всех болельщиков волнует самый главный вопрос. Какие изменения произошли в команде? Кто пришел? Кто перешел в другие команды? Значит, закончился контракт у нас с Рафикой Кубовым, с командой. Он вернулся в Казань. В Казань. Ну, это очень, будем говорить, основной защитник был. Защитник кандидат в сборную на протяжении двух сезонов. Хороший игрок. Конечно, это достаточная потеря, будем говорить. Дальше игроки обороны у нас Юрий Панов по семейным обстоятельствам вернулся в Омскую команду «Вангард». Дальше, по всей видимости, будет заключен контракт с Нью-Йорк Рейджинсом у Максима Голанова. Это еще одна потеря. Также мы освободили из команды Олега Бурлуцкого. Пока я не знаю, куда он определился, в какой команде будет играть. Ну, вот в основном изменения коснулись игроков обороны. Ну, а теперь приобретение, да? Да. Мы сейчас на сборе. У нас находится вратарь Иванников, ну, известный вратарь по выступлению за СКА Ленинград, за Металлург Магнитогорск. Привлекался в сборную России. Сейчас он готовится к сезону у нас. Значит, ну, с Улешей Марьевым контракт с нами закончился. Сейчас он ждет контракт там за границей. Ну, скорее всего, его в команде не будет. Поэтому вызвано это приглашение. Дальше мы пригласили защитника, ну, достаточно тоже известного защитника, Селеминского трактора Олега Давыдова. Это хороший защитник, добротный игрок. Дальше мы пригласили пару защитников из Тивали, Минск. Это Олег Романов и Олег Хмыль. Ну, тоже достаточно опытные игроки уже, которые зарекомендовали себя и в первенстве МХЛ, и за сборную Белоруссии в чемпионатах мира. Дальше из нападающих у нас приобретение Павел Лазарев из Челябинского трактора. Дальше Панков Василий, это Тивали, Минск. И Сергей Елаков. Он известен нашим валерщикам. Он выступал в нашей команде. Вот сейчас после выступления за Авангард Томск он готовится с нами к сезону. Ну и ребята, которые выступали за Ладу-2, у нас готовятся Павел Десятков, Тезиков, Алексей, наиболее перспективный у нас из группы подготовки. Он кандидат в сборную России юношскую. Дальше Сергей Журиков, мальчишка 77-го года рождения из Южного Урала, Орска. Ну, в общем, всего 35 человек. Ну и последний вопрос. Все-таки какую задачу будет ставить себе Лада в новом сезоне? Какая задача? У нас теперь задача одна. До финала, ковка. Конечно, будем бороться. Те позиции, которые мы завивали, уступать мы их не собираемся, и поэтому будем бороться за самые высокие места. Когда мы снимали этот репортаж о подготовке Лады к новому сезону, главный тренер вазовских хоккеистов Геннадий Цигуров отбыл на тренировочный сбор национальной сборной России в подмосковной Новогорск. Он по-прежнему один из ее наставников. А возглавляет сборную новый главный тренер Владимир Васильев. Вместе с Цигуровым на просмотр в сборную России вызваны четверо из Лады – Жеребцов, Метлюк, Нестеров и новобранец Давыдов. Остается добавить, что новый сезон дома Лада начнет 11 сентября матчем с Челябинским трактором. Редактор субтитров А.Семкин